Вы знаете, канцлер Шольц в первую очередь проявляется как государственный деятель, который понимает ту миссию, ту меру степени глубины ответственности, которая возложена на него как на лидера Германии. Поэтому он старается по максимуму обезопасить свою страну от возможных негативных инцидентов, которые могут с ней произойти, если она будет следовать тому курсу, которого добиваются наши заокеанские партнеры. Поэтому, да, Шольц вынужден проявлять гибкость, он вынужден, в общем-то, порой наступать на горло, соответственно, собственной совести, иногда даже себя дискредитировать, то есть этими внутрикоалитационными соглашениями, партийными интригами, соответственно, да, то, что он очень часто меняет свою позицию, то, что он, в общем-то, порой вертится как такой политический флюгер. Но, тем не менее, мы видим, что это приносит свой результат, и, в общем-то, до сих пор Германия пока что не вышла на тот уровень эскалации, который сказался бы негативно, в общем-то, на ее дальнейших перспективах, как европейской страны, которая вполне может стать страной, которая находится уже в состоянии такой горячей фазы конфликта с Россией. Понимаете, Канцлер Шольц, он не, как бы сказать, он системный политик, он карьерный дипломат, карьерный чиновник, он понимает, как работает, в общем-то, механизм государственного управления, в отличие от, например, той же Аннелены Бербук или, в общем-то, Роберта Хабека, которые люди в политике, в общем-то, случайны во многом. Канцлер Шольц понимает, что, в общем-то, одно неверное движение, политика это как минное поле, одно неверное движение, и, в общем-то, последствия могут быть очень-очень даже негативными. Поэтому здесь нужно отдать ему должное, он, в общем-то, молодец. Другой вопрос, что, насколько эта политика сможет продолжаться, потому что электоральные рейтинги социал-демократической партии Германии, в общем-то, пробивают дно. И, скорее всего, на грядущих выборах и в Саксонский Лантак, и на грядущих выборах и в Парламент ничего хорошего, особенно социал-демократов, не ждет. Но пока что Шольц остается у руля партии, и, скорее всего, сместить его каким-либо ястребом не получится, потому что иначе будет такое размывание повестки. Все основная оппозиционная партия ХДС, ХСС, она выступает сейчас, знаете, такая партия, не то что ястребов, но это совершенно логичные вещи, когда главная оппозиционная партия старается бить по самым слабым точкам своих главных противников. То есть, если бы сейчас у власти стояла партия ХДС, ХСС, скорее всего, она бы играла в миротворца, а социал-демократы пытались бы, соответственно, продвигать повестку. Ой, ну не думаю, не думаю. Там посмотреть на того же самого Мерца, который, ну, в общем, как бы абсолютно американский человек, с ног до головы, до кончика хвоста, что называется. Вот, и я не думаю, что Мерц, например, играл бы роль миротворца. Нет, вы знаете, на самом деле очень много здравых политиков в ХДС, ХСС. Другой вопрос, что они не на виду, и они в основном занимаются экономическими вопросами, потому что иногда читаешь даже интервью политиков, знаете, такого второго эшелона, и удивительное здравомыслие какое-то среди людей. Ну, это люди, как правило, от бизнеса. Вот мы с вами уже говорили на эту тему, что люди, которые, знаете, вот с инженерно-техническим образованием, которые в бизнесе достигли своих высот не благодаря каким-то там спекуляциям на валютных, на биржах, там, на валютных рынках, а именно вот вышли из такого промышленного капитала. Они проявляют удивительные здравомыслия, и если бы именно эти люди, а не профессиональные политики, крикуны или политиканы стояли у власти, скорее всего в Германии было бы все хорошо и с, в общем-то, и с отношениями с Россией, и с экономикой, и со всем остальным. Но, к сожалению, в общем-то, народ у нас в Германии склонен голосовать. Ну, я даже вот приводил уже несколько раз примеры, когда, например, на выборы в Бундестаг голосуют за девочку, которая даже не сумела окончить университет, которой 25 лет, у которой нет ничего, кроме этих таких демагогических лозунгов за зеленых, и за нее голосуют люди, например, в Карлсруе. Ну, вот, ну, тут, знаете, немецкие избиратели... Ну, тут надо подчеркнуть одно, надо подчеркнуть одно, что вот я так жестко сформулирую это, но это так по моему мнению. У Германии на этот момент, собственно, нет своих германских национальных СМИ. Да, нужно понимать, что все СМИ управляются и работают по повестке американской, вот, никаких, так сказать, альтернативных средств воздействия на население у Германии нет, по моей оценке. Поэтому они что могут, то и делают с головами, особенно вот таких 25-летних, которые ни образования не имеют, ни мировоззрения. Им что хочешь, главное, чтобы обертка была красивая, например, зеленая. Вы абсолютно правы, потому что действительно подавляющее большинство немецких медиаконцернов, они так или иначе контролируются американским финансовым капиталом. Либо через непосредственно, как, например, концерт Акселя Шпрингера, куда входят газеты Die Welt и Bild, на 98% контролируются американцами. Другие контролируются либо тоже частично, либо через членов Совета директоров американцев, либо через какие-то другие связи, через Атлантический мост, через Атлантический совет. Да, в настоящее время в Германии не так много медиа, которые высказывают независимую точку зрения. Пусть она даже будет некомплементарной России, хотя бы, в принципе, независимая. В настоящее время среди крупных немецких газет я могу уделить, пожалуй, только газету Berliner Zeitung. Вот там время от времени появляются, на самом деле, хорошие такие критические статьи. И, например, российская оппозиция, события в России, роль России в международной политике, они оцениваются более или менее адекватно. Я постоянно перевожу эту газету, поэтому вот если кому-то из читателей хочется понять, что думают реально независимые медиа, ну хотя бы отчасти независимые, понятно, что 100% независимых не бывает, то вот Berliner Zeitung, отчасти газета Handelsblatt, она больше в такой финансовом таком этом самом фокусе вещает, вот они более или менее высказывают объективную точку зрения. Что же касается так называемых общественно-правовых медиа, например, телеканалов, которые по сути являются государственными медиами, но здесь, конечно, все за пределами добра и зла, потому что, я тоже привожу в пример, как в 2022 году канал АРД рассказывал о том, что российские войска обстреляли украинский город Донецк, что привело к многочисленным жертвам среди гражданских. И четыре дня этот материал висел в эфире до тех пор, пока сами немцы уже не сказали, ребята, что это происходит. И вот только после этого были внесены в, собственно, материал изменения. И, в принципе, так происходит практически всегда, вот что ЦДФ, что АРД каналы, поэтому, конечно, да, о какой-либо независимости говорить не приходится. Но, тем не менее, судя по вопросам общественного мнения, немцы не так безнадежны, не так глупы, как некоторые стараются их выставить, потому что до сих пор, несмотря на тотальную оголтелую пропаганду во всех медиа, большинство немцев, оно выступает и против отправки немецких войск, и против интенсификации вовлечения Германии в конфликт, и против отправки ракет-таурус на Украину, и, в общем-то, в целом за более осмысленную здравую политику по отношению к России, и вообще, в принципе, к большей независимости Германии, скажем так, в том числе и от наших заокеанских и европейских партнеров. Ну, не знаю, как насчет независимости, с этим сложно, конечно, все, но некоторый прецедент-то был, я вот здесь просто вспоминаю, ну, именно в немецкой новейшей истории. Я просто вспоминаю 14-й год, вот, когда избрали Порошенко, и когда он начал активные военные действия против Донбасса, вот, это было связано прямо с его избранием, вот, я помню, как в каком-нибудь там июне-июле в Киеве, значит, вся элитка украинская обсуждала, что к августу с Донбассом будет покончено, и войска будут на границе с Россией, ну, украинские, вот, и я понимаю, что на такой блицкрик Европа, прежде всего в лице Германии, и Ангела Меркель была согласна. Но когда стало понятно, что никакого блицкрига не будет, вот, и что подавить силой Донбасс не удастся, Ангела Меркель стала одним из, ну, голубей мира и одним из двигателей этого самого Минского процесса. То, что она потом уже сейчас в отставке рассказала, что это она нас так хитро обманывала, вот, вот, я в этом все не верю, вот, боролась она тогда за то, чтобы тогда, в 14-м году война не перекинулась, так сказать, широко на Европу, и за Германию она боролась, поняв, что блицкрик не удастся. Вот, я единственное, что могу сказать, похоже, что если, то есть у меня нет никакого такого этого самого, знаете, оценки, что вот в Германии кто-то так из любви к России, там, и так далее. Вот, только понимание того, что блицкрик опять не удастся, и Россию уничтожить не удастся, вот это понимание может привести к изменению позиции. Ну, вы знаете, на самом деле понимание приходит, потому что все мы видим, как за два года, когда, в общем-то, Европа должна была бы, вроде бы, если она уж собирается поддерживать Украину до победного конца, как декларируют многие политики, если бы уж она хотела перевести всю свою экономику на военные рельсы, наладить выпуск боеприпасов, наладить выпуск боевой техники, как-то там, не знаю, уже работать с населением, так, чтобы оно активно завербовывалось в армию, в общем-то, готово было служить. Ну, наверное, Европа что-то бы сделала, но если она этого до сих пор не сделала, хотя, в принципе, понимает, куда, в общем-то, идет конфликт, и что, скорее всего, в этом году, максимум в следующем, он уже завершится с прогнозируемым исходом, ну, если это до сих пор, эти меры не были приняты, значит, просто нет ресурсов для их реализации. Поэтому, да, я думаю, что европейские политики с каждым последующим годом, с каждым месяцем, наверное, даже с каждой неделей, к ним приходит осознание того, что Россию на поле боя победить, в общем-то, не удастся даже конвенциональным оружием, не говоря уже о ядерном, поэтому все те фортели президента Макрона, поэтому все европейские лидеры, здравомыслящие лидеры, не будем брать, скажем так, глав прибалтийских государств или там Польши, которые традиционно настроены, скажем так, не только русофобски, но и склонны переоценивать свои силы. Все остальные лидеры прекрасно понимают, что в этом конфликте, в игре в долгую, в игре экономик, в войне на истощение, Россию победить, скорее всего, не удастся. Но, в общем-то, я думаю, что они просто перечитали мемуары гитлеровских генералов и генералов Наполеона и поняли, что Россию не особо сильно можно испугать какими-либо лишениями, а русский солдат, в общем-то, он готов сражаться в любых условиях, ему не нужны биотуалеты регулярные, грубо говоря, там, не знаю, какие-то души специализированные или там специальные пайки для того, чтобы сражаться на передовой. Нет. Российский солдат, в общем-то, он во все времена славился. Помните, как еще даже Фридрих Великий говорил, что для того, чтобы вывести из строя русского солдата, нужны две пули. Одна, чтобы повалить его, другая, чтобы его убить. То же самое, в общем-то, можем видеть и сейчас. Ну, при этом, знаете, Грегор, я скажу, я достаточно много езжу, вот, и особенно в период СВО, и все время я не, так сказать, не вот так, что там, как бы, официальный какой-то визит там с командирами, а я стараюсь, наоборот, снизу прямо к бойцам приехать. Значит, я вам скажу так, никаких, не то что жалоб, да, на питание, например, на его качество и так далее. Не то что жалоб, да, а, так сказать, всегда, все время, сначала СВО и по сегодняшний день, вот только три недели назад приехал, неделю там был, вот, оценивается качество питания и снабжения в российской армии как очень высокое. Да, понятно, даже, ну, понятно, что, ну, как бы, приедается, при том, что есть там все, и соусы, и кетчуп, даже и майонез, вот, и, ну, все, что может как-то разнообразить и улучшить питание, все это есть, и солдаты прямо об этом говорят. Ну, если уж так приедается, ну, что-то докупают, вот, но не докупают не потому, что нечего, да, или плохого качества, хорошего качества, много всего есть, ну, вот, даже могут позволить себе разнообразить, да, докупив там чего-нибудь с рынка. Вот это к вопросу о том, как снабжается русская армия и терпение русского солдата. Действительно, русский солдат неприхотлив, но при этом нужно отметить, что тот уровень тылового обеспечения, который есть сейчас, по крайней мере, по двум направлениям, которые я точно понимаю, медицинскому и пищевому, вот, я не знаю, что там могут армии НАТО в этих условиях и в условиях такой большой войны. Думаю, что мы бы увидели, ну, совсем другую картину, если бы армии НАТО вели войну на фронте больше тысячи километров. Ну, а вот российский тыл снабжается. И нареканий на питание и на медицину у русского солдата нет. И есть, кстати, благодарность за то, как это делается. Но это просто к тому, что, ну, все меняется, да, время каши из топора тоже прошло в наших вооруженных силах. Я бы еще посмотрел, у кого более разнообразное и более рациональное питание в нашей армии сейчас или в НАТОвской. Это еще большой вопрос. Спасибо вам большое. Грегор Шпицын был с нами на связи.